Позвольте предоставить слово нашему другу, коллеге Нуна Фугереда из Лиссабона. Я позволю себе очень кратко, пока Нуна идет к трибуне, сказать несколько слов. Нуна работает в новом великолепном центре, который стоит на берегу Атлантического океана с блестящим видом из окон. Я видел эти фотографии, пока не был там. В этой же клинике, я вчера узнал, что работает теперь уже Мжат Провоис, там же работает и основоположник современной хирургии рака прямой кишки Билл Хилт. И мы попросили Нуна сделать доклад не совсем на ту тему, которой он занимается, он вообще хирург. Но тем не менее, тема очень интересная. Полный клинический регресс. Что мы должны делать в этой ситуации, оперировать или не оперировать? Мы попросили поставить его запятую в том месте, где он посчитает нужным. Спасибо. Доброе утро. Всем большое спасибо. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить профессора Корочуна за его гостеприимство и поздравить вашу команду и вас лично за замечательный конгресс, за то, что вы замечательно с большим гостеприимством и научной глубиной организовали этот конгресс. И, во-первых, хотел бы начать мой доклад с вопроса ко всем вам. Почему хирург должен вообще говорить о вопросе неоперирования пациента с колоректальным раком? И на следующих слайдах я не буду пытаться вас убеждать, поскольку это не вопрос веры или убеждений. Мы просто должны немножко подумать о последствиях некоторых из наших хирургических вмешательств. Мы должны думать селективно о подходах к лечению пациентов. И более того, чем больше вы думаете об этом и чем вы больше задумываетесь об этом, большинство наших колоректальных пациентов – это громадная когорта разнообразных патологий, от минимально инвазивных до максимально инвазивных нарушений. И мы сейчас делаем небольшой шаг вперед, когда мы начинаем говорить о том, что мы не идем на операцию на очень небольшое количество очень селективных, очень тщательно отобранных пациентов. Мы представим наш небольшой опыт, который у нас имеется на данный момент в Португалии. На следующих слайдах, я надеюсь, некоторые из вас увидят, что у этих пациентов есть варианты все-таки. Итак, немножко истории. Все начинается с истории, но я попытаюсь говорить коротко. Итак, все началось с этой потрясающей мужественной женщины в Сан-Паулу, в Бразилии, которая в 2004 году представила первую серию пациентов, которые практически из трехсот случаев продвинутого рака, колоректального рака, мы видим, что у третьих пациентов был получен полный клинический ответ до операции. То есть, соответственно, вышло наблюдение за этим пациентом в течение пяти лет, и они увидели, что они получили стопроцентную выживаемость, два случая локальных рецидивов, и эта проблема была легко решена, и было три случая системных рецидивов. Поскольку это все был локальный контроль, мы не говорим о удаленных метастазах. Естественно, первая реакция каждого научного общества была одинакова на предложенное новое. Во-первых, неверование, шок и отрицание результатов. Первая реакция была вполне ожидаемой. Через несколько лет эта группа из Мастрихте под руководством профессора Битца последовала по дороге Анжелита Абергама, и они сейчас организовали полное исследование, которое на данный момент уже даже не исследование, а скорее селективный подход к лечению пациентов в Голландии. Соответственно, все они переводятся в Мастрихте, небольшой город, вот здесь между Бельгией и Германией, и они используют этот протокол. И мы сейчас считаем себя достаточно молодой клиникой в Лиссабоне. Вот видите, вот здесь он находится Мастрихте, а мы практически на самом конце Европы, на самом полюсе, что ли, на западном полюсе Европы. И в 2012 году, когда мы начали работу в этом учреждении, мы начали сотрудничать вместе с этой группой из Мастрихта, мы провели обучение, обучение хирургов и рентгенологов, и медсестер, и теперь этот подход мы можем переносить на пациентов. В 2013 году мы взяли первого пациента в рамку, в эту, скажем так, программу. У нас в 2014 году было возможно в начале года провести вот эту вот конференцию, международную консенсус, менеджерную консенсус-конференцию, с тем, чтобы попытаться объединить небольшие группы в разных университетах, которые, скажем так, используют этот подход. Вот мы были очень довольны, поскольку на самом деле этот подход все больше и больше проникает в рекомендации, поэтому за ближайшие пять лет, возможно, он станет уже общепринятым, скажем так, подходом, включенным полностью в рекомендации. Это тема моего доклада. Я собираюсь их рассмотреть, и я постараюсь, скажем так, не быть слишком скучным. Я попытаюсь вам представить все-таки, скорее, обзор всех этого подхода, терапевтического подхода, который мы используем при ведении наших пациентов. Во-первых, мы должны подумать о том, как же мы рассматриваем полный клинический ответ и почему вообще ищем это. Если посмотреть на лечение колоректального рака, на самом деле подходы в разных странах разные. В разных странах у всех это 3 или n положительных пациентов, им назначается полностью химио-лучевая терапия. В некоторых странах разные подходы, 5 на 5 подходы или селективная лучевая терапия используется иногда. Но тем не менее, если подумать об этом, на самом деле мы имеем дело примерно с 15% пациентов, у которых мы получаем полный патологический ответ. Естественно, мы должны понимать о различиях между низким и высоким колоректальным раком. Они полностью различаются, когда мы лечим этих пациентов. Если подумать о функциональных исходах, мы должны в первую очередь, естественно, задуматься об онкологических исходах, которые очень важны для всех из нас. Но то, что мы делаем и где мы оставляем наших пациентов после операции, это очень важный момент. Поскольку мы должны понимать, как рассказала последняя докладчица, которая замечательно представила то, что безрецидивная выживаемость и общая выжимаясь этих пациентов на данный момент, она существенно превышает срок в 5 лет. Соответственно, как насчет этих функционально, скажем так, сомпрометированных пациентов, что же происходит с ними после лечения, особенно у молодых пациентов. И, естественно, когда мы анализируем эти данные, мы видим замечательные представительные результаты. Мы видели замечательно проведенные две операции тотальной мизераптомии, и их проводили замечательные эксперты. Сегодня будут еще две операции выходить. Но самое важное понимать, что когда мы транслируем эти результаты операции на общее сообщество хирургов, мы должны понимать, что остальные из нас мы делаем не совсем так, к сожалению. И, к сожалению, то, что мы получаем в больших базах данных эти вот результаты, если подумать об этом, это переоперационная смертность в датском исследовании по ТМЭ и светло-розовом. То, что мы видим здесь, показано, это смертность в онкологических центрах. И мы видим, что пациентов стали 75 лет, даже выше 85 лет особенно. Мы ожидаем переоперационную смертность в течение шести месяцев после операции. Другими словами, мы должны задаться этим вопросом и подумать об эту тему. Также мы должны подумать о качестве жизни и о функциональных исходах для этих пациентов. Мы можем сделать замечательную операцию, кулональный анастомоз, получить замечательный онкологический исход, но пациенты становятся зависимыми от скрыток туалета или у него появляются проблемы, дискомфорт, скажем так, в тазовых, функционирующих тазовых органов. Соответственно, когда же лучший момент для оценки клинического полного ответа? Это очень важный момент, поскольку мы считаем, что в ожидательной тактике смотреть и ждать мы не предпочитаем говорить о тактике отсутствия операции, а скорее о тактике отсрочки хирургии. Мы скорее вот так предпочитаем говорить. И, по сути, это тест на время, скажем тогда, поскольку, как мы видели вчера и сегодня, собственно, мы уже слышали, что чем больше мы ждем после химио-лучевой терапии или после лучевой терапии, тем больше мы знаем, что чем дольше мы ожидаем. И я должен сказать, что это вот этот патологический полный ответ. И если мы оперируем пациента в течение 14-15 недель, после этого мы получаем громадную вариабельность в патологическом полном ответе. Соответственно, мы должны подумать, когда идти на операцию, как долго мы можем, насколько долго мы готовы вообще ждать. 10, 8, 10, 12 или более 12 недель. И вот эту ситуацию мы видим, где опухоль полностью исчезла, если подождать. Если подождать достаточно долго, опухоль полностью исчезает. Но, опять же, как же нам искать ответ, как же нам оценивать этот ответ, какой лучший исход? Естественно, сейчас у нас есть лучшие инструменты, чем вот такие вот старые инструменты. И в основном, что мы делаем, мы комбинируем методы, собственно. Итак, пальцевое ректальное обследование, биологический тест за последнюю оценку последних 7 сантиметров ректального канала. И, соответственно, то, что мы видим, мы можем провести пальцевое обследование, можем отпальпировать, оценить состояние на 4-4, через 8, и посмотреть, идет ли регресс опухоль, или исчезает ли она, или, может, она смягчается, или она становится более подвижной, или нам требуется посмотреть на пациента по-другому и все-таки пойти на операцию. И, естественно, эндоскопия. Мы можем использовать негибкие, твердые проскопы. Это замечательный инструмент. Если вы знаете, как его использовать, вы умеете его использовать. Но если вы можете использовать, если вы можете делать самодоскопию с помощью гибких эндоскопов, это, естественно, лучше всего. И, соответственно, все врачи и вся команда, собственно, и даже ваши радиологи, вся команда, может, увидите эту опухоль, и вы можете наблюдаться процентом исчезновения этой опухоли. Опять же, МРТ и наши друзья, рентгенологи, они очень серьезно помогают нам. Если вы видите исчезновение опухоли, если она становится фиброзированной, если образуется рубец в области мезоректума или на ректальной стенке, это очень хороший признак. Также некоторые группы используют эндоскопический ультразвук, эндоректальный ультразвук. Некоторые группы также используют их в Сан-Паулу, например. Многие из них используют ПЭТ-КТ, если эти аппараты доступны. Но первой методикой является самой важной. Чего же мы ищем? Если мы посмотрим сюда, мы ищем признаки исчезновения опухоли. И стандартное Т2-МРТ, Т2-взвешенное МРТ, мы видим появление рубцовой ткани. Это и диффузионно-взвешенное МРТ. То, что мы видим здесь, это исчезновение ограничения, скажем так, диффузии. Как же это выглядит в клинических условиях при наблюдении за этим пациентом? Так, мы видим, что то, что мы ожидаем, увидите, да, это появление белого такого рубца с небольшими теленгектазиями. И, возможно, это может быть фиброзный рубец, которым мы обращаем пульпатору. То есть, когда мы пульпатором, можем почувствовать некоторую индурацию в этой области. Но, тем не менее, это типичный полный ответ. Если мы подождем достаточное время, это один из наших пациентов, на самом деле. И, опять же, имеется, эта группа пациентов очень серьезно отличается, которой представляет большинство наших пациентов, поскольку у нас, может быть, если типичная полная ремесия, это замечательно, с одной стороны. Но что происходит, если мы получаем атипичный полный ответ? Это то, что мы можем посчитать, что опухоль исчезает, или все-таки мы получили какой-то ответ, и через 4 недели она опять подрастет обратно. И вот именно те пациенты, это то, что происходит у большинства наших пациентов. Появляются небольшие плоские язвочки, могут также появляться атипичные красные такие очаги. Если вы можете сделать МРТ, можете увидеть, что имеются здесь только фиброзные ткани. Когда вы делаете диффузионный МРТ, вы не видите ограничений диффузии. И опять же, биопсия, опять же, в чем же значимость биопсии? Это, если вы делаете эндоскопию и делаете биопсию, отщипываете кусочек ткани, вы можете получить массу ложных отрицательных результатов, поскольку может быть ошибка сэмплинга, вы просто берете неправильную точку. Но также может быть ложные положительные результаты, поскольку опухоль, возможно, уже исчезает. Если вы сделаете биопсию на восьмом неделе, вы можете просто подхватить живые клетки, опухолевые клетки, но они могут вполне быть, скажем так, погибающими. Может быть, просто нужно подождать. И также есть возможность полной экстезионной биопсии, биопсии на всю толщу опухоли. Естественно, мы можем подождать, если мы подождем дольше, мы можем получить нужный ответ, но есть некоторые группы, которых больше устраивает локальная экстезия. Естественно, нет ошибки сэмплинга, поскольку мы удаляем все сэча, которые мы видим. И если это YP-T1, SM1, SM2, то это может быть хорошим терапией для пациента. Но если это YP-T1, SM3 и если T2, то, соответственно, тогда нужно таких пациентов брать на стол. Но, тем не менее, наблюдение за такими пациентами, за ними достаточно сложно наблюдать, поскольку у вас есть очаг, у вас есть трубец. У некоторых пациентов может вообще произойти такое осложнение. Мы можем получить осложнение даже до сепсиса, поэтому передаем себе достаточно сложный выбор. Вот это результат нашей группы Маастрикти. То, что мы видим здесь, мы видим, что эти методы в комбинации дают нам максимальную точность. Но если нужно выбрать только один метод для наблюдения за этим пациентом, если посмотреть на красную линию, и красная линия, по сути, это эндоскопия. То есть красная линия и пальцевое обследование, если у нас только один метод, это то, что нужно. Это все, если нет ничего больше, то это все, что вам требуется для наблюдения за этим пациентом. А как насчет нашего процесса принятия решений и мультидисциплинарной команды? На самом деле вопрос стоит больше, чем мультидисциплинарная команда. Это совместное принятие решений. И это вопросы, которые вы должны очень тщательно обсуждать с участием пациентов. Все зависит от их, скажем так, желания. И понимать, то, что мы знаем, что чем больше медицинских знаний мы получаем, мы это включаем в потребность пациентов. Естественно, пациент 80 лет отличается от пациента 50 лет, бизнесмен, который не хочет, чтобы его жизнь как-то нарушалась. Мы должны понимать, мы получаем, нам все больше информации находятся в интернете. Иногда приходят вам в клинику пациенты, они задают вам разные вопросы. Например, говорят, доктор, я получил лучевую терапию 5-6 недель назад в этой или в другой клинике. И врач говорит, опухоль исчезла. Итак, и что дальше? И вы должны ответить, пациент, вы должны привлечь его к процессу принятия решений. Естественно, команда, команда работа. Вот эта команда работа, это не хирург, это не только онколог, не только рентгенолог. Вы и медсестры, всех нужно включать в команду. Вам требуется доверие при использовании этого подхода. И, естественно, это требуется сотрудничество и обучение друг друга. И также должна быть масса публикаций. За ближайшие, я думаю, 5-6 лет будет масса новых результатов и публикаций. Так что мы должны отслеживать эту тему. Также нужно организовывать различные встречи и конференции. Но самое главное, мы должны обучать команду в наблюдении. Поскольку, как я же сказал, мы просто откладываем, отсрочиваем хирургии. Но мы должны тщательно, тщательно наблюдать за этими пациентами. Должен быть специальный специализированный рентгенолог. И, естественно, требуется эндоскопист. И все ситуации отличаются. Иногда в некоторых местах именно хирурги, алтинскопии, иногда эндоскопии, гастроэнтеролог. Но мы должны понимать, что неважно, какой у вас подход. Самый важный аспект заключается в том, что команда должна сотрудничать. Команда должна обсуждать все эти аспекты. И, опять же, доказательства. Сейчас появляются публикации. И в группе в Сан-Паулу были обновлены эти данные. И было показано, что работает методика сохранных операций. Имеется высокий процент лиц с полным ответом. Имеется некоторое соображение по поводу различий в отборе пациентов. То есть, с тем, чтобы включать пациентов только с типичным полным ответом. Или, может быть, мы иногда сможем все-таки принимать и позволить пропускать по этой системе пациентов с нетипичным ответом. Что, с другой стороны, естественно, несет риск повышения локальных рецидивов. То есть, после всех этих лет появилась масса идей в отношении того, какой процент пациентов мы можем применять подход. Кому это будет, скажем так, не вредно, если хотите. Мы считаем в Сан-Паулу, что 2-3% пациентов потенциально мы наносим вред, используя такой подход. Но это не влияет на интерпретационную смерть. То есть, если посмотреть нормальную практику количества пациентов, которые погибают в течение трех месяцев после операции. Возможно, если мы, скажем так, учтем это показательство. И, возможно, мы увидим, что мы не наносим вреда никому. Вот, посмотрите, это женщина, пожилая женщина с дистальным, локально, с постоянным раком. Естественно, мы планировали долгосрочную стандартную схему лучевой химиотерапии с последней оптиминальной эксцизией. И здесь мы видим, это ее МРТ. Мы видим большую опухоль с некоторой инвазией в мезуректальную клетчатку, которая лежала к ней очень близко. Но когда мы провели ее обследование, через 9 недель мы увидели, что на МРТ опухоль исчезла. И на диффузионно-извешенных изображений не было ограничения диффузии. И только небольшой рубчик остался. Соответственно, мы посмотрели, что мы увидели только рубец. Мы, естественно, продолжали ждать. И когда пациентке сказали об этом, она сказала, я не хочу с Томой, я не хочу делать операцию. Я хочу просто, чтобы за мной наблюдали. Если там что-то произойдет, тогда вы возьмете меня на операцию. И мы сказали, да, конечно, конечно, мы так сделаем. И мы ждали. И, по сути, вот что произошло. И вот уже сентябрь прошло полтора года после включения в это исследование опухоли нет. Итак, мы адаптировали мастерский протокол с небольшими изменениями, правда, мы с модификациями. Итак, мы делали иногда ТЭМ в самом начале, но результаты были не очень хорошими. Была проблема не с исходами, а проблема с инфекционными осложнениями. И с проведением тотальной эксцезии после химио-лучевой терапии. И некоторые докладчиков, я думаю, что будут об этом говорить. Также были большие проблемы с заживлением этой раны. То есть, соответственно, мы либо идем на операцию, либо мы отсрочиваем хирургии. Естественно, мы включили промежуточную оценку осознания пациентов в период с 8 до 12 недель. Мы никаких инструментальных методов не используем. Мы приглашаем пациентов в клинику, разговариваем с ними. Если пациент говорит, у меня нет больше ТНС, у меня есть больше кровотечений. И если мы проведем полицевое обследование, если есть сомнения, мы используем гибкие сегмундоскопы и, соответственно, смотрим, нет ли каких-либо проблем. Извините. И что же мы делаем при отборе этих пациентов? Это мы об этом говорили, да? Мы можем использовать пальцевое, ректальное обследование, можем комбинировать с эндоскопией, естественно, МРТ, МРТ-сконтрастирование. Если это возможно. Если мы можем использовать МРТ-сконтрастирование, или просто диффузионно-взвешенные изображения, они помогают нам, если... И, соответственно, то, что мы делаем. Итак, соответственно, сочетанные данные из Мастрихта и Шампалемо говорят о том, что вот у нас на данный момент более 100 пациентов. Они не очень пожилые, но они очень активны. Большинство из них имели локально распространенный рак с дистальными опухолями. В большинстве случаев большинство из них получили курс химио-лучевой терапии, стандартный длинный курс. Но на данный момент мы также... Есть небольшая группа пациентов, у которых мы проводим короткий курс терапии, и затем длительный выжидательный интервал с химиотерапией. И по нашим подсчетам, это примерно 15% пациентов, которые получают химио-лучевой терапию. То, о чем мы говорили, опять же, посмотрите, пациенты, вот, обзоривационная стратегия или полная экстезия. И посмотрите, вот 17 пациентов с полной экстезией, один пациент YP-T1 и 7 YP-T2. И можно подумать, что это было в самом начале, поскольку мы хотели оперировать пациентов, на тех, которые не ответили слишком хорошо, ответили недостаточно хорошо. Но вот что, собственно, случилось у тех, из этих 17 пациентов, у 9 случаев был патологический полный ответ. У одного пациента через 2 года были выявлены легочные метастазы, и, к сожалению, она погибла из-за диссеминации опухоли. Есть масса данных, касающихся локальных экстезий после химио-лучевой терапии. Вот исследование лидер, Пучарелли их опубликовал. И иногда также можно использовать некоторые группы, результаты очень хорошие. Но все больше и больше мы сейчас отходим, скажем так, от этого. ВТМ. То есть мы не делаем локальные экстезии. Почему? Поскольку локальные рецидивы после того, как мы, скажем так, вмешались в эту область тотальной мезоректальной экстезии, очень сложно сделать полную мезоректную эктомию после получения этого рубца или инфекционных осложнений. Видите, выглядит как будто очень агрессивно, особенно если находится участок поражения на передней стенке. Очень сложно, если что-то сделать, очень сложно избирать тотальную экзонтерацию у этого пациента. Как насчет тех пациентов, которые пошли в группу выжидательной тактики. У нас почти 100 пациентов. Тактика... У нас 8 локальных рецидивов было. То есть помните, что мы ничего не оперировали, мы просто наблюдали за ними. И, соответственно, на международном уровне мы называем это не рецидив, да, а возобновление роста. И мы провели тотальную мезоректную эктомию. И у нас была не стопроцентная выживание, поскольку этот подход не позволяет контролировать рост дистантных метастазов. Что же произошло в группе локального возобновления роста? У нас было 7 случаев возобновления роста в просвет. И, как вы видите, это первый месяц наблюдения. Вы видите, что опухоль начинает опять расти в просвет. И мы провели исследование с помощью органосохраняющей мезоректомоктомии. И мы здесь должны поставить в кавычки, поскольку, если подумать, что эта операция не отличается от обычной операции, вы ничего... поскольку вы... И так же у нас был случай одного поражения, одного рецидива в лимфоузле, и его выявил, соответственно, МРТ, а не ректальное обследование. Мы провели резекцию, и патоморфолог сказал, что мы получили YPT0 и N1. Соответственно, что же мы получили? 90% возобновлений роста это рост в просвет кишки. Были опубликованы некоторые данные по поводу интралуминального, внутристеночного роста, внутристеночного рецидива. В этой серии, небольшой серии пациентов, 100% мы не видели таких больных. И рецидив с поражением микрофонозлов 5 от 5 до 10%. Поэтому нужно делать МРТ в процессе наблюдения. Итак, рост в узлах. Видите, у пациентов был узел в пристадировании и виден после химио-лучевой терапии узел исчез. И если мы посмотрим через 9 месяцев, мы видим возобновление роста в узле. Мы наблюдали за этой пациенткой. И узел стал побольше. И, наконец, мы пытались убедить пациентку все-таки пойти на операцию, но она не хотела оперироваться. Но в итоге мы пошли на операцию, и это было соответственно рост в лимфоузле. И мы получили YP-T2, YP-N0. Это один из наших пациентов. Это до химио-лучевой терапии через 3 месяца мы получили рубец. Затем рубец исчез, но затем начался повторный рост опухоли. Вы видите, просветную часть опухоли имеется, увеличение язвы. Если сделала диффузионно-взвешенную МРТ, мы видим, что ограничений диффузии становится больше. Была проведена операция, и мы получили YP-T2, YP-N0. Если скомбинировать все эти имеющиеся данные, мы уже видим, что большинство случаев повторного роста они наблюдаются в течение 8-12, от 8 до 12 месяцев. Именно поэтому мы рекомендуем наблюдать этих пациентов достаточно интенсивно в течение первых 1-2 лет. И после этого можно несколько отпустить пациента, поскольку при регулярном наблюдении пациента вы можете выявлять ситуации, проблемы с ситуацией и, соответственно, брать пациента вовремя на стол. Мы должны понимать в качестве вывода, что органное сохраняющее внешательство возможно. Мы не хотим убедить каждого из вас, мы просто должны понимать, что имеется такая возможность. И если пациент желает после химолочевой терапии, нам не нужно брать его на стол сразу же, через 6 или 8 недель, поскольку операция будет одинаковой, у нас есть масса данных, которые подтверждают это. Мы можем делать операцию и даже через 12 недель, и наблюдая за пациентом, перед этим снижение после операционной смертности и осложнений есть доказательства, что он снижается. Качество жизни, естественно, оно отличается однозначно. Онкология, если говорить об онкологическом контроле, мы еще не добились, не смогли решить эту задачу, но мы пытаемся получить эти данные. И идея в том, что чем лучше мы ждем, тем лучше результаты мы можем получить. Это некоторым образом такой отбор, это такой инструмент отбора пациентов. Лучше, естественно, использовать комбинированные методы наблюдения, но если мы можем комбинировать пальцевое обследование эндоскопии и МРТ, мы получаем лучшие результаты. Повторный рост наблюдается, как правило, в течение первого года, и это, собственно, в основном вы должны вкладывать свои усилия именно в наблюдение в течение этого периода. Пациентов большинство это эндолюминальный рост, органосохраняющая, опять же, вмешательство возможностей, большим уровнем осложнений, и однозначно это не влияет на выживаемость. Здесь знак вопроса стоит, потому что у нас на данный момент пока нет достаточного количества подтверждающих данных. Опять же, если подумать об сужении критерий включения в эту группу, включая только тех пациентов, у которых имеется полный клинический ответ, соответственно, мы исключаем пациентов, у которых имеется патологический полный ответ. Кроме того, на это позволит нам уменьшить частоту локального повторного роста и, возможно, может повлиять на исходы, но мы сейчас изучаем этот вопрос. Также, оградно сохраняющие вмешательства после химолочевой терапии, они пригодны у небольшой группы пациентов, и мы можем однозначно получить хороший функциональный результат, но, с другой стороны, нужно оценить, насколько снижается или насколько высок онкологический риск. Пациенты, естественно, заинтересованы в таком подходе, и мы можем предлагать какой-то подход только в контролируемых условиях. Другими словами, у нас должна быть некая сеть заинтересованных организаций, которые могут отправлять друг друга на соответствующее обследование. Если требуется операция пациентов, пациент, соответственно, может вернуться в свою клинику и провести операцию в локальной клинике. Естественно, изучение этой стратегии должно проводиться на большой когорте пациентов. Естественно, это достаточно это не окончательное решение по этому поводу. Международное сотрудничество играет ключевую роль в развитии этой методики. Мы сейчас организуем международный регистр для того, чтобы стандартизировать оценку и наблюдение за этими пациентами. И на данный момент мы представляем эти данные. И вот это будет запущено в следующем месте. Мы начинаем сотрудничать с РИКО, это Европейский институт. И также мы работаем с различными организациями по всему миру. Наше пилотное исследование начнется в декабре 2014 года. Это будет международный регистр, куда мы будем собирать данные, который будет обеспечивать сбор, соответственно, и сохранение данных о пациентах и о центрах. И идея в том, чтобы к июню мы смогли запустить эту всеобщую платформу в Европе с тем, чтобы центры прошли соответствующее обучение и могли работать с нами и начали бы заполнять ее данными, чтобы получить больше цифр, больше данных, поскольку вы не сможете провести РКИ, использовать тактику, обсервационную тактику пациент, этический союз. Это очень будет сложно убедить этический комитет, невозможно стандартизировать, и мы не можем сказать, что при рандомизации у нас будет совершенно один к одному оперировать или не оперировать. Естественно, это невозможно. РКИ по этой теме произойти будет невозможно. Идея, соответственно, в том, нам требуется перспективное исследование, регистр, с тем, чтобы понять на большой эко-гварти пациентов, что у них произойдет. Собственно, вот в чем идея. Естественно, я хотел бы оставить вам некоторые, в конце дать цитату Шопенгауэра. Итак, любая истина проходит через три этапа. Это то же самое, что происходит всегда и везде. Даже роботизированные хирурги или лапароскопии. Мы все проходили через это. И я думаю, что мы должны дойти до третьей стадии. Для того, чтобы дойти до третьей стадии и принять истину, мы должны быть более открытыми, более готовыми ее принять. И я вас приглашаю в Португалию. Если вы приедете, естественно, мы попытаемся вас принять. И я опять хотел бы поблагодарить Институт Петрова и профессора Кольчуна за замечательное гостеприимство. Большое спасибо. Большое спасибо Донусу за потрясающую презентацию. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь общаться с НОНО. Поговорить эта тема чрезвычайно интересна. Мы занимаемся и обсуждаем эти проблемы в президиуме. Спасибо большое. Это очень интересно.